Как считаете, кто... Ну, Россия побеждает скорее или проигрывает? Проигрывает. Ну, международная изоляция, экономические трудности, даже с этой позиции. В любом случае проигрывает и утечка умов, и в целом одни минусы, ну, на мой взгляд. Я вижу только плохие исходы, к сожалению, в том числе и для... ну, внутри страны. Я не вижу никакого положительного исхода. Вы как считаете, мы проигрываем сейчас в СВО? Я думаю, да. Я не мечтаю. Не, ну, если прям помечтать и плацентазировать, то, возможно, Россия как страны вообще не может. Для меня не будет победа ни в каком случае. Любой финал будет являться поражением для России. В принципе, военные действия — это априори проигрыш. То есть невозможно, получается, выиграть никак? В военных действиях выиграть невозможно. Ну, хотелось бы, чтобы, как бы, проиграли. Потому что это все очень мне не нравится. Ну, убивает мирное население Украины, украинцев. Хотя, по сути, мы все славяне, мы. Братский народ, хоть они теперь и не любят, чтобы так их называли. Поэтому все ужасно. Ну, ломают дома, ну, тот же Бахмут, полностью Мариуполь. Мелитополь, все разрушено. Людям негде жить. Донецк, у меня там друг есть. Тоже там у них бомбят. Он не может никуда поступить, потому что у них там полная разрушка. Сами знаете, кто? Как бы, что-то вся в голове надумал, что на нас нападут НАТО, вся фигня. Да никто бы на нас не напал, моя огромная страна. Просто это невыгодно будет. Поэтому, ну, полный бред. Война из-за ничего начата. Сколько мы проиграем, начнется... Россия будет выплачивать кредиты. Украине, всем, ну, пострадавшим каким-то городам. Ну, Украине. Вот, то есть, туда и по нашей экономике у нас начнется рост цен. Мы это почувствуем, потому что налоги, вся фигня. То есть, нам будет трудно очень. Откуда будет президент брать бабки с нас? Потому что мы мирное население, нас не жалко, мы там пушечная мят. В общем, ну, мы попадем под удар. Все депутаты, им вообще будет пофиг, они просто уедут за границу. Тоже в России не хотят оставаться, главное, да? Такие все, блин, умные. Ну, мы пострадаем, и все это поймут. Какая-то вероятность победы, она вообще существует? У них сейчас там и танков больше, и людей, и всего на свете. Все очень много, поэтому, ну, вряд ли, тем более у них на стороне еще. Ну, боевой дух у них жестко поднят, потому что они боюют за бравое дело. А наши нифига не за бравое. Просто из-за какой-то недоненависти непонятно, откуда взявшиеся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...